У людей разные и различатся наши верования в плане того, как мы видим наше будущее, как мы видим нашу загробную жизнь. Сегодня многие народы, когда народы смешались, когда нет такого, что каждое место отдельно взятое имеет свое верование, каждое место имеет свое представление. Сейчас, когда смешались, вот на одном месте живут и мусульмане, и евреи, и разного рода там новые сейчас поднялись, языческие верования, люди сейчас верят в разные индийские божества, несмотря на то, что они европейцы. И вот такое восприятие смерти, оно сгладилось, нет четких границ, нет четкого понимания, что нас ждет в будущем. А раньше люди смерть представляли очень ясно, и фокус человеческой жизни, он был устремлен туда, что их ждет в будущем. И поэтому Господь очень часто и в Ветхом Завете, и в Новом Завете приводит такие образы от загробной жизни, что ждет человека впереди. И вот, несмотря на то, что мы знаем, что мы придерживаемся Ветхого Завета, придерживаемся, мы знаем, что в Ветхом Завете было откровение Моисею от Бога, но то представление о загробной жизни, которое было в прошлом, от представления о загробной жизни, которое стало в Ветхом Завете, в Новом Завете отличается. Почему? Почему отличается? В чем это коренное различие? В том, что люди Ветхого Завета, как есть язычники сейчас современные, они не знают, что их ждет впереди. Что их, какая участь, их ждет загробно. Нет у них четкого, нет представления такого, нет знания о том, что их ждет впереди. А у нас, у христиан, у людей, которые причастны Воскресению Христовы, есть четкое и определенное знание о том, что нас ждет впереди, и поэтому у нас есть четкое представление, как выстраивать свою жизнь. Вот когда мы сегодня слышали Евангелие от Луки и слышали притчу о Богатом и Латвии, хотелось бы напомнить вам об одной стихире, которая поется во время Великого Поста на одной из воскреских дней. Каждое воскресенье Великого Поста посвящено определенному празднику, и в каждое воскресенье поется стихира, которая называется «Парафраз Евангелия». То есть, евангельская притча только пересказана другими стихами, другими словами. Там пересказана притча о виноградаре, там пересказана притча о мытарее фарисеи, вот есть такой же пересказ, притча о богатом и Латвии. Вот в этой притче, в этом пересказе говорится так. О чуде, спасав, а нас, боголюбивый нрав. То есть, о дивен, о чуде, вот этот нрав, о чудно мнение, которое Христос Спаситель имеет о нас. В чем же оно чудно? Продолжает дальше писатель. Чудно оно в том, что он будущее являет нам как настоящее. Будущее являет как нам настоящее. Как являет? Объявив участь Лазаря и богача, показывает нам способы вытия, способные определить нашу будущую участь. И вот дальше оно продолжает. В чем, значит, какой способ вытия? Он говорит, бежим, бежим. Вот этого богача чего бежим? Жестокосердие и человеконенавистничество. Жестокосердие и человеконенавистничество. Поревнуем, поревнуем. Кого? Долготерпением и великодушием. То есть то, что вот это слово великодушие, которое мы имеем в нашем обиходе. Вот этот человек, вот этот человек. Вот это слово великодушное, оно пришло из евангельского языка. Оно называется великодушие изначально. Великодушие уже вставили. Великодушие. Поревнуем. Великодушие. Долготерпение и великодушие. И вот что такое вот это великодушие? Великодушие оно было и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И об этом, чтобы вот понять, как говорится, чтобы нам понять, как Евангелие, представляем туда апостола, представляем, о чем апостольское было повествование, и слышим, что апостол Павел говорит, я, когда, значит, мне Христос явился во свете, когда я шел в Дамасово, я не пошел вправо, влево или куда-то, я не пошел опять к апостолам сказать, вот вы знаете, я вот был такой злой, а мне Христос явился, и я вот теперь хочу вот стать рядом с вами, а я поверил в то, что это воскресший Христос, и сразу побежал на проповедь, единственное, с кем я вот пошел в Иерусалим, потом встретиться с Петром, с которым пробыл две недели, зачем, чтобы объяснить ему, что не надо язычникам облизаться, то есть апостол Павел развернулся полностью, и сразу пошел на проповедь, вот в чем здесь великодушие, вот какое здесь сходство с Лазарем, а сходство с Лазарем в том, что эта душа подвижна, эта душа подвижна, то, что вот мы сейчас с вами живем, наши души подвижны, показывает нам Господь, открывает, что в будущем остановится, будет некий стоп, остановится то, в чем мы сейчас находимся, вот язычники и люди Ветхого Завета этого не имели, вот этого понимания они не имели, и они выстраивали жизнь совсем по-другому, а мы, поскольку имеем это знание, Бог как бы преподнес нам его на блюдечке по своему человеку любимому нраву, мы имеем знание о том, что душа наша подвижна, и эту подвижность мы вынуждены сохранить, и в этом поворот апостола Павла, его покаяние отличается от чувства вины, вот мы, например, когда сделаем какой-то поступок, нас сразу начинает поглощать чувство вины, но чувство вины, если мы на нем останавливаемся, оно сковывает душу, чувство вины есть большое препятствие к покаянию, чувство вины, это естественное чувство, природное чувство, которое живет в человеке, но когда оно начинает разъедать душу человека, человека приковывает это чувство вины, и он не способен совершить серьезные поступки, чтобы изменить свою жизнь, как апостол Павел, бежать вперед, вот от этого чувство вины отличается от покаяния, покаяние сохраняет подвижность души, покаяние сохраняет такое, как бы наоборот даже, оно разогревает и душа, как воск тает, и способна принять то ту, то ту форму, и человек любым обстоятельствам начинает подчиняться, как бы и принимать любые обстоятельства, а человек, которого не чувство покаяния, а чувство вины сковал, и он от этого чувства вины отказаться не может, он не может действовать дальше, и вот это вот принцип того, что лазать отличается от богача, почему? Вот смотрите, чувство покаяния, когда оно разогревает душу, человек другого человека способен вместить, когда душа подвижна, он другого человека, она вот эта душа, другую душу принимает в себя, и обстоятельства мира принимает в себя, и божественные глаголы принимают в себя, она как бы способна постоянно меняться, и поддаваться, эта душа не имеет такого вот косности, а душа, которая просто скована вот этим чувством собственной вины, она начинает самоедством заниматься, начинает на себе замыкаться, и она уже не способна отвлекаться, и поэтому одни люди, допустим, берутся за молитвенник, там дома или где-то, и начали молиться, и если их беспокоят от молитвы, отрывают, если эта душа живая, и она молится в покаянии, то этот человек готов отставить молитвенник, и поспешить на помощь другому человеку. А вот человек, который занимается вот самоедством, и он стоит, взял молитвенник и молится, когда его кто-то беспокоит, он говорит, зачем меня беспокоить, ведь я сейчас молюсь. Когда у человека душа в покаянном вот таком тепле находится, его, если кто-то зовет на помощь, он быстро откладывает свои мысли, свои планы, и с обниманием слушает, что ему говорит другой человек. А человек, который замкнут на себе и постоянно разбирает, почему со мной так произошло, почему моя жизнь такая, почему у меня дети такие, почему у меня отец такой, почему у меня муж наркомат, почему у меня сын рок-музыка. Когда оно постоянно вот это самоедство, его дозовут, он не может выйти из себя, нет у нее способности. Вот что такое, вот это отсутствие этого веледушия. И вот мы видим, что даже некоторые люди, атеисты, они не знают благовестия о Христе, не знают, что их ждет как бы в будущем, но их душа мягка, их душа расположена, почему? Потому что они что-то узрели внутри и готовы изменяться. И у них есть определенная готовность, и они отзывчивы. И когда они Слово Божие принимают, они без испытаний следуют за Ним. А есть люди, которых ты даже убедил в том, что вот так вот божественные истины, они приходят первый раз на Исфаль, и остаются гостями, и говорят, ну я же ничего не сделал, и у них претензии в жизни. И вот это вот называется жестокосердием. Вот чем жестокосердие отличается от Венедушия. И поэтому в покаянии мы легко и свободно восходим Бога. И как добавляет еще Лазарь, что он был терпелив, терпелив, он с терпением все переносил. И вот душа поддается тем обстоятельствам. Те обстоятельства, которые у нас есть, давайте принимать Христе мой, как из рук твоих, как из Божьих рук принимаем все то, что с нами случилось. И себя грешного принимаем, и детей своих принимаем, и мужа, и жену, и родителей, всех духовника, все принимаем, и к тебе приступаем, готовы измениться. Прими нас, как того Лазаря, не будем вот такими жестокосердними, как тот богач. Господи, поднимай нас. Спасибо.